За сложным названием Верхнедонского отдела госконтроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства стоит простая и понятная всем структура, которую все именуют по-старому – рыбоохраной. В рыбохозяйственный фонд области входит 1349 рек, общей протяженностью по Воронежской области – более 14 тысяч километров. Журналисты Горком ТВ отправились на одно из дежурств по Воронежскому водохранилищу вместе с рыбоинспекторами. У нас ненормированный рабочий день, сколько понадобится, сколько длится. Могут и среди ночи поднять? Могут среди ночи, днем, в зависимости от постановки. Инспекция начинается с проверки зон, где чаще всего устанавливают сети. Это место в районе железнодорожного моста у госинспекторов давно на примете. Помощник инспектора бросает в воду крюк на веревке, именуемой кошкой. В этот раз поиски результатов не дают, но отрицательный результат – это тоже хороший результат, значит зона чистая. Основные орудия лова у браконьера – сети, пауки, экраны и электроудочки. Последние вызывают особую тревогу у рыбоохраны. Это особая статья. Информация у нас есть, но при приближении инспектора все это летит в воду. И доказать его причастность, то что он ловил рыбу, и есть такие тонкости, когда мы его на берегу задерживаем с той рыбой, доказать причины следственной связи очень сложно. Вот у нас в 2014 году два было уголовных дела, суд, это Ромонский район, принял решение по 15 тысяч, два человека были задержаны. А в Хохольском районе было принято решение по 200 тысяч на каждого, кто занимался вот этим разбойным способом добычи ВБР. И это как бы охлаждает пыл тех, которые хотят подорожать и выходить, добывать эту рыбу. Ведь не секрет, что убивается все живое. И малек, и даже та рыба, которая попадает в зону воздействия электрического тока, она уже дальше потомство не дает, если даже и выживет. Мы же отправляемся дальше, на обширную территорию за городом, которую все воронежские рыбаки знают как плавные. Здесь царство водных птиц, что говорит о достаточной кормовой базе – рыбе. Встречаются и рыбаки на лодках, ловящие рыбу на удочку. Впрочем, нередко удочка лишь прикрытие браконьера. Поэтому задача инспектора – понять, что перед ними за человек. И профессиональным взглядом оценить, может где-то поблизости брошена сеть. Мужчина на весельной лодке сразу привлекает внимание сотрудников рыбоохраны. У этого гражданина даже удочек в лодке нет для прикрытия. Зато виден мешок, а в нем сеть. И большая кастрюля, в которой он транспортировал выловленную рыбу. Небольшой улов, пара маленьких линей. Но это не избавит его от ответственности. На первый раз он может двумя тысячами оделаться. А уже последующие, при выявлении его нарушений, будут уже оштрафованы на пять тысяч. Может быть, с конфискацией судна, мотора к нему. Просто изъять сеть и записать фамилию нарушителя недостаточно. К сожалению, рыбинспектору приходится достаточно долго заниматься оформлением протоколов, актом изъятия сетей и прочей бумажной волокитой. Никуда не денешься от такого закона. Человек пошел грамотный. И, пользуясь знаниями законодательства, стало тяжелее его привлекать к ответственности. Вот эти процессуальные моменты они с успехом применяют. Защищаясь, как правило, не как правило, а в последнее время много обращений идет судебные органы, обжалуют наши постановления. Надо отметить, что все-таки на нашей стороне судебные органы, поскольку мы действуем в рамках того законодательства, которое нам и предписывает это все делать. Ну и второй момент отметить сложность в том, что с работы 80%, 82%, 85%, вот такая цифра, статистика, как бы колеблется, люди безработные, безработные. Я не хочу сказать, что основная доля тех лиц, которые занимаются на водных объектах, они как бы это не хобби, а постоянный источник дохода. Но такие люди есть. Рыба отпущена, гражданин предупрежден, что получит повестку в суд, и мы продолжаем наше дежурство. В зарослях желтой кувшинки в страхе бьется утенок-нырок. Скорее всего, он запутался в сети. Так и есть. Половина туловища и ноги молодой утки крепко опутаны тонкими лесками сети. Кстати, в этом состоит еще одна опасность сети. Их жертвами становится не только рыба, но и птицы, водоплавающие животные и даже люди. Самостоятельно из сети выбраться невозможно. Нырок оказался четким индикатором, указав, где находится сеть. Причем не одна, а несколько связанных между собой. Общая длина браконьерского орудия лова составила около 400 метров. Когда мы возвращались обратно на базу, была замечена лодка на большом ходу. Когда мы с ней поравнялись, она была уже пустой. Даже ни единого поплавка для отвода глаз. Правда, пассажиры оказались в мокрых гидрокостюмах. На вопрос рыбоинспектора, что они здесь делают, мужчины ответили, у нас утки улетели, мы их ловим. И хотя с ловцами уток все было понятно, задерживать их никто не имел права. Надо доказать нас, доказать, что будем оформлять материал. Пока не доказано, мы не можем охотить. Можно сказать, что наш поход прошел без происшествий. Но у инспекторов бывает по-всякому. И угрожают им, и пытаются применить физическую силу. Буквально в прошлый год, в случае нападения на старшего государственного инспектора, естественно, человек попал в больницу. Ну, довольно длительное время пришлось залечивать ту травму, вот, какую он получил. Лицо, которое нападало, два с половиной года, к сожалению, только условно, получило по решению суда. Единственный момент, что инспектор поступил, я бы так сказал, благородно, ввиду того, что маленький ребенок, мне не стал настаивать, что мой срок был реальный. За неполные полгода 2017 года сотрудниками отдела было выявлено 377 административных правонарушений в области рыболовства и охраны водно-биологических ресурсов. Наложен арест на 67 единиц водных транспортных средств, административных штрафов на сумму в размере 480 тысяч рублей. Предъявлено ущерба на общую сумму почти 6 миллионов рублей. Наталья Асачия, Виталий Корнеев, специально для Гарпантели.